В эти дни, когда к нам приближается долгожданный месяц Рамадан, конечно же возникает вопрос, как же его встретить? Каким же образом вступить в этот месяц? А ведь этот месяц очень важный для каждого мусульманина, потому что именно в этот месяц Всевышний Аллах раскрывает величайшую свою щедрость, предоставляет свое прощение, свое снисхождение, удерживая, оковывая силы сатаны и предоставляя максимальную возможность преуспеть в благих деяниях, в поклонении Всевышнему Аллаху, в обуздании своего нафса. Месяц Рамадан можно сравнить, прямо можно сравнить с воротами в рай. А в рай Всевышний Аллах допускает только тех, кто очистит свои души и сердца, только тех, кто искренне уверовал во Всевышнего Аллаха. Когда намечаются какие-либо события в иной сфере нашей жизни, мы к этим событиям очень тщательно готовимся. Бывают ярмарки для производителей, бывают выставки для торговцев, и каждый человек к своему мероприятию очень тщательно готовится, ибо это тот период, это тот шанс, когда он может получить большую прибыль. Но никакую прибыль нельзя сравнить с прибылью, которую может получить уверовавший во Всевышнего Аллаха в месяц Рамадан. Это освобождение от наказаний в аду. И как же нам подготовиться? В первую очередь нужно подготовиться психологически, то есть настроив себя на то, чтобы преуспеть в соблюдении поста достойным образом, наилучшим образом, которым будет доволен Господь Аллах. И каким же это образом? Это значит не только поститься телесно, а поститься духовно, воздерживаясь от всего порицаемого, не только воздерживаясь от еды и питья, улучшая свои поступки, воздерживаясь от того, что мы себе могли дозволить до наступления месяца Рамадан, сквернословия, грубости в обращениях, словесные какие-либо грехи, а также воздержанием всего нашего тела от всего, что не одобряет Священный Кур'ан и хадисы посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. Конечно, очень важно, прежде чем вступить в месяц Рамадан, ознакомиться, освежить свои знания относительно правил соблюдения поста. Об этом мы накануне Рамадана напомним, конечно. Но заранее, за несколько дней, еще будучи в месяце Шаабан, очень важно подготовить свое сердце. Ибо в эти ворота, в райские ворота Рамадана не войдут те, кто не очистит свои сердца в отношении друг друга. Как Всевышний об этом в Священном Кур'ане сказал, «Азу виллахи мина шейтанир-раджим, яума ла янфау маалун ва ла банун илля ман ата Аллаха би калбин салим». Судный день, это тот день, говорит Аллах, в котором не принесут пользу человеку ни его богатства, ни его сыновья, кроме тех, кто предстанет перед своим Господом с беспорочным сердцем. Именно очищение наших сердец в отношении друг друга, именно избавление наших душ, наших сердец от таких порочных качеств, порочных болезней, как зависть, ненависть друг к другу, нетерпимость друг к другу. Вот от этого нам нужно в первую очередь очиститься, ибо наше общество переполнено этим презрением друг к другу. И как мы можем надеяться на то, что посты этого месяца и вообще месяц Рамадан этого года будет принят Всевышним Аллахом, если мы остались такими, у которых Всевышний Аллах не принял прошлый Рамадан. А ведь очень много есть среди нас те, которые еще продолжают пребывать в ссоре друг с другом, продолжают игнорировать, избегать друг друга при встрече, не приветствующие друг друга. Ведь в хадисе посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма сказал «Ла яхиллю ли муслимин ан яхжура ахаху фаука ثаляф фа ман хажара фаука ثаляфин фа мата дахалан нара». Недопустимо, непозволительно, сказано в хадисе мусульманину, пребывать в ссоре со своим братом более трех дней. Тот, кто пребудет в ссоре со своим братом более трех дней и умрет в этой ссоре, он войдет в ада, сказал посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям. У нас есть не только люди, пребывающие в ссоре несколько дней, а годами, которые не приветствуют друг друга, не разговаривают друг с другом. К сожалению, такие тоже есть. А в другом хадисе посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма сказал «А тот, кто пребудет в ссоре со своим братом год, это подобно его кровопролитию». Да, братья мои, прежде чем взяться за поклонение Всевышнему Аллаху, прежде чем думать о том, вот я не пропущу ни один тарових, я буду как положено соблюдать эти посты, прочитаю, что нарушает этот пост, и в то же время в твоей душе, в твоем сердце остается презрение к своему брату, ссора или обида в отношении своего брата. Ведь это поклонение будет не принято Всевышним Аллахом. И в другом хадисе посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма говорит «Хотите я вам расскажу, говорит посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма, то, что превосходит степень постов, степень молитв и степени милостыни?» Сказались подвижники. Да, у посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма, посланник Аллаху алейхи вассаляма сказал «Салаху датил байни» «Совершенство, благополучные отношения между людьми», говорит посланник Аллаху алейхи вассаляма. «Фа инна фасада датил байни хияль халика» «Воистину ухудшение отношений, это бритва», — сказал посланник Аллаху. «Я не говорю, что это бритва, бреющая волосы, это бритва, которая бреет религию», — сказал посланник Аллаху алейхи вассаляма. «И хочу обратиться к тем, кто никак не может простить другого, своего брата, из-за нанесенных каких-то обид и оскорблений, за задетую его честь. Скажите, пожалуйста, разве наша честь ценнее чести Мухаммада салли Аллаху алейхи вассаляма, ценнее чести посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма? Ведь его честь задевали, его оскорбляли, его унижали, подвергали физическому насилию. Всевышний Аллах, вид посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма, обратился к нему и сказал, «Разве вы не желаете, чтобы вас простил Всевышний Господь? Вы простите их». Посланника Аллаха Всевышний Аллах призвал, чтобы он простил всех тех, кто причинил ему обиду. Разве наша честь, разве мы лучше посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма? А это испытание в этом дуне. Поэтому, дорогие братья, призываю вас всех, у кого хоть какая-либо обида, ссора между своими братьями, особенно между близкими родственниками. Я знаю таких братьев, которые никак не помирятся друг с другом. Я знаю близких, я слышал о детях, которые грубо обращаются со своими родителями для того, чтобы получить хоть какую-то надежду на то, что в этот месяц Рамадан вам будут прощены ваши грехи, и вы получите освобождение от ада. Укрепите, восстановите свои отношения с близкими, с родными. И это самая лучшая подготовка, это лучшее, что вас подготовит к встрече с месяцем Рамадан. И да простит нам Всевышний Аллах наши грехи и сделает этот месяц месяцем нашего прощения. Ведь сахабы, радия Аллаху ангум, лучшие из этой уммы, как они встречали месяц Рамадан? Они встречали месяц Рамадан шесть месяцев в году. То есть все шесть месяцев они просили у Всевышнего Аллаха дать им жизнь дожить до Рамадана. А после Рамадана они все шесть месяцев остальные просили у Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял у них этот Рамадан. И в заключение хочу привести хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейху асаллима, где посланник Аллаха, саллиллаху асаллима, рассказывает о месяце Рамадан и говорит «Мансама рамадана иманан вахтисаба уфираляху атакаддама мин замбихи» «Тот, кто будет поститься в месяц Рамадан с верой во Всевышнего Аллаха и с надеждой на его награду, ему будут прощены прежние его грехи». А тот, кто помолится в этот месяц, будет соблюдать ночные молитвы этого месяца с верой во Всевышнего Аллаха и с надеждой на его награду, то Всевышний Аллах простит ему прежние его грехи. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бараката. Продолжение следует...